это программа игра в классики программа о людях которые играют в игры и об играх которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 24 октября исполнилось бы ровно 85 лет большому русскому писателю венедикту ерофееву когда-то корней чуковский впрочем эту фразу приписывают многим сказал что русский писатель должен жить долго однако жизнь ерофеева не оказалась длинной как у солженицына или у юрия бондарева однако оказалась она и не столь короткой как у лермонтова или грибоедова ерофеев прожил 51 год и запомнился в первую очередь своей культовой поэмой москва петушки очень часто автора называли как и героя венечка именно венечка персонаж этой поэмы ехал как бы в электропоезде из москвы петушки вот кроме этого текста в библиографии эрофеева значатся в альпургиева ночь записки психопата и в общем то все так что конечно же есть соблазн назвать венедикта васильевича автором одного произведения как у сейлинджера над пропастью воржи или у саши соколова школа для дураков однако сразу стоит сделать ремарку вот этот тезис автор одного произведения это на самом деле такое преувеличение своего рода в том числе и касательно ерофеев венедикт васильевич действительно прожил очень сложную изматывающую жизнь он изводил из себя и те кто был рядом ну например над своими женщинами ерофеев ставил такие очень странные что ли эксперименты довольно ну нечеловечные что ли прямо таки скажу при этом конечно он высоченный почти двухметровый с густыми волосами этим бархатистым магическим голосом конечно всегда притягивал внимание я говорил кстати немного был немногословен в том числе и внимание женщин было в что-то и такое обломовская нечто такое мечтательно отстранено хотя безусловно куда более разрушительно при этом впахивал ерофеев на тяжелейших работах разрушение и саморазрушение это конечно а эрофееве москву петушки он написал закончил во всяком случае в 1970 году через три года она вышла в иерусалиме 300 экземпляров по моему тираж когда конечно никакого панка еще не было вот если фантазировать то если пьера феев перебрался куда-нибудь на запад он мог быть бы таким предтечей и иконы одной из икон панка такая вот фантазия потому что помните этот панковский девиз живи быстро умри молодым но одни больше рисовались перед зрителями а другие действительно последовательно разрушали себя и вот им ерофеев вполне мог бы преподать настоящий мастер-класс однако важно сказать что это не было разрушение сугубо из-за эгоизма там порочности сладострасти во многом это опять же был эксперимент эксперимент очень опасно очень рискованный эксперимент по выходу из этой реальности и конечно подобные фокусы удаются немногим а вот платят за них и жестко платят конечно же все в том числе и сам ерофей тут есть особый знак печальный символ в том что под конец жизни ерофеев потерял свой магический голос он умер от рака от рака горло я напомню что как раз таки в конце поэмы москва петушки герой венечка получает смертельный удар в горло то ли шилом то ли отверткой опять же вот прослушав все это есть соблазн представить ерофеевой таким диссидентом выступающим против там советской власти вырезающим вычеркнувшим себя из советской литературной жизни но пожалуй да тут есть своя логика как минимум хотя бы потому что ерофеев создавал действительно ни на что не похожие тексты но от советской литературы очень сильно это все отличалось да и в той же поэме москва петушки хватает выпада в сторону советской действительности то есть что как бы поддавливала и подушила его да и культ вокруг персоны ерофеева создала как раз таки вот эта интеллигенция соответствующими антисоветскими настроениями однако и это важно сказать ерофеева нельзя как-то четко детерминировать нельзя и клеить на него вот эти удобные ярлыки там антисоветчик диссидент это не только неправильно но и глупо вот не случайно ерофеев то написал немного как я уже сказал но у него есть эссе эссе о русском гении василия розынове а вот розынов которого критиковали многие критиковали там из-за цинизм и за антисемитизм за только ник не критиковали вот розынов был поразителен как раз таки этим многоголосим был очень разный и как бы вот эту разность постоянно пестовал что ли внутри себя то есть свои разные личины разные голоса он ставил напротив себя использовал как собеседник вот с ерофеевым в общем-то та же история пусть и с меньшей степенью талант опять же в москва петушки да мы читаем и видим удивительное многоголосие здесь очень много платоновского причем когда я говорю много платоновского я говорю конечно и философе древнегреческом платоне и о нашем русском гении андрея платонове то есть персонажи в поэме очень разные люди алкоголики изгои ангелы и демоны они говорят то как урки то как бомжи то как советские чиновники то как я не знаю евангельские проповедники то удивительное многоголосие и конечно ерофеев это был человек несмотря на весь свой вот этот порочный образ жизни это был человек колоссальной эрудиции колоссальной эрудиции колоссальной начитанности и он мог буквально жонглировать как мирами он мог джонглировать этими цитатами фразами коннотациями это вообще отдельное удовольствие искать в поэме москва петушки какому автору отсылает нас ерофеев какому произведению вообще конечно одно из достоинств одно из достоинств поэмы потому что в ней автор как бы исследует или пытается исследовать весь путь русской литературы ну а вместе с ней получается и самой россии да вот из-за обилия этих цитат там аллюзию явных скрытых конечно многие называют эту поэму постмодернисткой там ерофеева постмодернистом это такой дух времени понимаете когда все мы стали вдруг все и сразу как в той книге стали постмодернисты опять же это штамп опять же ты ярлык мне кстати еще одно такое странное сравнение лично мое я когда смотрю на фотографии эрофея во всякий раз думаю об отце контркультурной прозы уильяме берроузи американцам в свое время он использовал такой метод нарезок это текст составлены из там газетных вырезок из обрывков фраз и так далее вот подчас кажется что ерофеев поэме москва петушки использует нечто подобное причем это кажется если не считывать особенности не считывать вот эти все аллюзии автора на советские реалии очень тонкие очень такие изящные ну и к сожалению конечно сейчас особенно большинство читателей она в принципе априори не понимает этих аллюзий они думают что перед ними такое нечто вроде я не знаю исповеди алкоголик это конечно трагикомично причем что мы имеем да по факту разрушение саморазрушение алкоголизм не знаю постмодернизм контркультура вот такой вот бунтарь и эрофей то как бы так получается вот перечисли все это я могу вспомнить и очень точное сравнение о том что поэма москва петушки так как поэма гоголя мертвый душ это это поэма да то очень правильно на самом деле сравнение очень правильно сделано она по моему в конце 80-х годов да конечно речь идет о писателях разного масштаба гоголь это вообще величина величин но ведь смотрите он в мертвых душах николай васильевич как бы явил обратную сторону царской россии эрофеев своей поэме уже попытался представить обратную сторону как бы россии советской но оба то они и гоголь и герафеев с разной степенью таланта писали о чем они писали о стремлении в россии вечную россию правильную россию небесную вот о чем должен был быть второй том мертвых душ до казалось бы на первый взгляд перед нами классический сюжет помните как у борхеса четыре основных сюжета и вот здесь классический сюжет это путешествие но куда куда реально стремится попасть вот этот герой венечка неужели он просто рвется в этот населенный пункт петушки да нет же конечно нет вот есть замечательные с виктора пелевина когда пелевин еще еще писал хорошие книги вот есть такое с и она называется петушки и колстан как-то так по моему и а значит в нем пелевин сравнивает вот это устремление венечки в петушки соответственно текст кастанеды об и колстане кто читал тут знать и действительно только там речь идет такие шаманские практики а здесь в петушках я имею ввиду речь идет о путешествие в такой русский рай не случайно герой говорит о петушках там птичье пение не умолкает ни ночью не днем там не зимой не летаем не оцветает жасмин практически как той песни получается да помните под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркую звездой казалось бы опять же до венечка едет к любовницы ребенку но если вы читали осени читали прочтите то вспомните да как трогательно как нежно как трепетно пишет автор об этом ребенке об этом мальчики где потрясающе то есть это и составляет суть романа поэма до поэмы в прозе свет вот этот причем оттененный окружающей тьмой потому что герой на самом деле вот этот венечка как автор он стремится к своему внутреннему ребенку своему внутреннему человеку к тому каким его и задумал господь получается что так вместе с ним движется вся россия движется как бы к себе небесных себе правильно вот о чем текст венедикта ерофеева москва петушки вот почему он остается в истории русской литературы вот почему его вспоминают и будут вспоминать через 50 через сто лет этот текст не об алкоголе это текст библейский я бы так сказал в первую очередь этот текст высшем смысле гностический но к сожалению он к сожалению и в поэме получается и для героя для самого автора все это заканчивается трагически то есть вы помните да что четыре неизвестных которые вполне могут быть галлюцинации героя ну вот эти четыре неизвестных а на деле четыре всадника апокалипсиса они убивают главного героя убивают главного героя то ли шилом то ли отвертка как я уже сказал да кстати при этом он достигает своей цели вот он да он выходит за пределы этого мира помните как заканчивается с тех пор с тех пор я не приходил в сознание никогда больше не приду как-то кажется так заканчивается текст однако смотрите что получается в нашей жизни это путешествие в петушке она она продолжается она непрерывно она бесконечна до вдумайтесь в это то есть если сначала идем мы да но если мы его не проходим то идут наши дети потом дети детей так до бесконечности по сути ведь у нас нет альтернатив ведь смотрите это стремление не только к но и от а то условные москвы до не населенным пункт москва такой собирательный образ москвы воплотивший себе пошло смещанство бессмысленность жизнь то есть все то что в конечном итоге каждый из нас часто независимо от своей воли должен преодолеть это была программа игра в классике меня зовут платон беседе берегите себя своих близких и помните что жизнь только подражает литературе мы вновь в этом убедились удачи вам мира любви терпения и успешного путешествия петушки